Капремонт Думаю, каждому из нас хочется жить в доме с надежным фундаментом, не протекающей крышей, с исправной электропроводкой, в общем, в отремонтированном, красивом и ухоженном здании. Но кирпичи железо не вино, и с каждым годом они не крепчают, а только вершают и ломаются. Если регулярно не следить за общедомовым имуществом, то поломок не избежать. Лампочки не горят, как всегда. Лифт стоит, не дождешься, не работает. Ремонт пора делать, лифт менять. Так как же не допустить разрушения дома и сделать его образцово-показательным? Спросим у людей, как они заботятся о своем жилье и делают ли капитальный ремонт. Сами деньги собираем и сами ремонтируем подъезд. А что, деньги отчисляются на капитальный ремонт? То есть, как бы, у нас еще ничего не делали. Но дом еще не такой старый, ему 23 года. Да никак. Не принимай участие. ССЖ наше, которое, оно занимается этими всеми проблемами. Была вот у нас дом как бы в таком аварийном состоянии, хотя официально не признанный, но собираем. Какие-то там проценты, говорят, государство нам выделяет, а какие-то проценты собираем. Мы несколько лет собирали, нам залатали эту дырку вот такими способами. Больше никаких. Как вы заботитесь о жилье и делаете ли вообще капитальный ремонт? Участвует ли вообще в капитальном ремонте? Вы понимаете, что капитальный ремонт – это деньги вложенные, которые никогда не вернутся обратно. Деньги надо вкладывать в себя, в детей. Если честно, я не знаю, мне без разницы. Я на съемной квартире живу, здесь могу месяц пожить, потом на другой квартире съемной. Поэтому насчет дома мне как-то без разницы. Честно, никак. Не мусорим. И стараемся закрыть дверь, что-нибудь такое. Ну, просто учитывая наш подъезд, заботиться одним способом – это сброситься тремя квартирами и кого-то нанять. Просто труд своими руками, к сожалению, бесполезен. Ремонты делаем и не сорим в своем подъезде. Дом новый пока, поэтому не заботимся. Капитальный ремонт многоквартирных домов при поддержке областных программ в Донском регионе начал проводиться с 2007 года. За это время укреплен фундамент, перекрыта крыша, установлены новые лифты в сотнях зданиях. В этом году в области капитально преобразятся еще 238 дома. На эти цели запланированы почти полтора миллиарда рублей. 800 миллионов выделены из областного бюджета. Однако уже в этом году начнет выстраиваться принципиально новая система финансирования капитального ремонта. По новому законодательству, жильцы многоквартирных домов на капитальный ремонт дома будут копить заранее. Это означает, в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг появится новая графа. Взносы будут уплачиваться ежемесячно. Капитальный ремонт многоквартирных домов будет проводиться в рамках региональных программ капитального ремонта. Срок действия этих программ будет не менее 25 лет. Они будут рассчитаны на срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации. В нашей области, по оценкам министерства, более 20 тысяч многоквартирных домов, которые попадут в эту программу. В их числе и дома, в которых совсем недавно сделали капитальный ремонт и даже новостройки. Принцип накопления для всех один. Новое жилье или не очень, а рано или поздно ремонт делать придется. Исключением стали только дома, которые уже признаны аварийными. Программа по переселению жителей из таких домов будет действовать параллельно с новым законом. Еще одно решение – взносы для жильцов сделать едиными и по минималке. Точно сумму в министерстве ЖКХ пока не называют. Для каждого региона она рассчитывается индивидуально с учетом всех особенностей. Однако в Донском регионе за основу взяли федеральные стандарты. По ним каждый квадратный метр будет оцениваться в 6 рублей 20 копеек. Жилищный кодекс предусматривает возможность выбора одного из двух способов накопления средств на капитальный ремонт. Первый – на специальный счет, который открывается на конкретный многоквартирный дом. И второй способ – это уплата взносов на счет регионального оператора. Предусматривается создание в каждом субъекте Российской Федерации специальной структуры. Это будет некоммерческая организация в форме фонда. И это так называемый региональный оператор, который будет заниматься накоплением средств граждан на капитальный ремонт. И, собственно, организацией проведения капитального ремонта. Ой, как сегодня душно. А тут такой дворик уютный, дом такой опрятный. Кто же всем этим занимается? Нина Ворожева – председатель товарищества собственников жилья. Уже 16 лет занимается управлением дома и про все трудности в этом деле знает не понаслышке. В одном подъезде лифт нужно срочно подчинить, в другом проводку поменять. А еще крыша обветшала. Поэтому главной своей задачей считает не только вовремя организовать устранение поломок, но и предотвратить их. Приводим тоже в порядок все, красим. Вот. Ну, везде, как бы, везде должна присутствовать. Просто так, просто так свалиться хорошее состояние дома не может быть. Как бы ты его не поддерживаешь, это должно быть вложение обязательно денежных средств. Вот. Поэтому здесь вот именно каждый год подвал, обязательно подготовка к отопительному сезону. О новом законе Дума прав узнала недавно. Скрупулезно изучила все положения, пришла к выводу, что для своего дома выберет накопление денег на специальном счете. Если у нас выходили из прои лифты, мы приняли решение поменять всю электронику. Да, мы закупили на три лифта электронику, просто ее поменяли. Если мы понимаем, что подошло время ремонтировать крышу, мы видим, да, крыша отремонтирована. Нас не нужно ставить в очередь, нам не нужно предупреждать о том, что это должно быть выполнено. Мы сами видим, мы собственники, и мы понимаем, что это будет дороже для дома, это будет проблему собственников, если это потечет все на головы. То есть и подвал, и крыша, и лифты, и все должно быть в порядке. Поэтому я понимаю, что для этого либо нужно все-таки осознание людям должно прийти, что это нужно самим делать, ну, либо так, как приняли сегодня, на сегодняшний день наше правительство, собирать деньги на капремонт и помогать жильцам определять порядок выполнения указанных работ. В случаях, если хозяйством дома заведует управляющая компания, то владельцем специального счета может стать только региональный оператор. Для собственников, которые накапливают средства на счете регионального оператора, он же отвечает за организацию проведения капитального ремонта, обеспечивает подготовку проектной смертной документации, привлекает на конкурс на основе строительной организации. В общем-то, и за качество ремонтных работ тоже в ответе региональный оператор. Кроме того, существенная разница заключается в том, что если вы накапливаете средства на специальном счете, то когда наступит плановый год проведения капитального ремонта, и вам не будет хватать средств на проведение капитального ремонта, собственники будут вынуждены искать самостоятельно дополнительные источники финансирования капитального ремонта. Ну, в первую очередь, речь идет о кредитовании, либо о заеме средств. Если вы накапливаете средства на счете регионального оператора, то изыскать дополнительные средства для проведения капитального ремонта в вашем многоквартирном доме будет обязанность регионального оператора. Однако новые расходы появятся не раньше следующего года. Итак, мы убедились, для того, чтобы жить в надежном и красивом доме, всем жильцам без исключения нужно принимать участие в его ремонте. А по новому закону, деньги на капремонт нужно собирать заранее. Светло, красота, заходишь, сердце радуется. И лифт работает, и все, после ремонта прямо жить хочется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова